всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news который мы поговорим о новостях прошедшей неделе в мире плагинов и музыкального оборудования и начну я быстренько ответом самому себе же из прошлого выпуска а именно касаемо плагина силой и к сфер как вы помните я говорил о нем неделю назад так вот вейс конечно же в понедельник когда был кибер мандэй прошедший понедельник анонсировали новый плагин уже полноформатную версию то есть несмотря на то что был бесплатный я хвалил его что он довольно таки насыщенный по возможностям но естественно вейс выпустили более расширенную версию который называется epic и действительно плагин эпичные можете тоже посмотреть и он кстати пока еще идет скидка неделю вот это мандэй кибер мандэй продолжается вы можете еще пройти по ссылке и успеть приобрести его по стартовой цене по довольно дешевым потом естественно подорожает в общем плагин классные тоже приобрел очень 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 крутой такой же как и бесплатные бесплатной версии только здесь гораздо больше возможностей аж четыре варианта дела и и четыре варианта ревер которые можно смешивать друг с другом выстраивать разный баланс то есть теперь можно просто на одном ауксе держать огромный запас разных пространств и для вокала я уже попробовал это просто незаменима так что проходите по ссылке все ссылки о новостях из этого ролика вы найдете в описании так что переходите и изучайте для всех пользователей мобильных устройств на ios доступно новое приложение которое называется flip и она включает в себя функции полноценного секвенсора как заявляют разработчики но естественно но заточена под быструю работу на лету когда вы в путешествиях либо у вас только out ios девайс под рукой это что-то типа гараж бенда только как разработчики уверяют с более продвинутыми функциями то есть это не какая-то урезанная программка полноценный секвенсор то есть они замахиваются прямо на это и я думаю что обладатели например того же ipad pro вполне могут оценить все его фичи я честно говоря его не устанавливал не тестил но то что заявляют разработчики в принципе те же самые функции как и у любого полноценного секвенсора это естественно запись прям сразу на устройство это работа с лупами то есть там тоже есть что-то типа life loops как лоджики в гараж бэнд также там прям заявляет что можно тут же обрабатывать разными встроенными эффектами чуть ли не делать мастеринг прям на а из девайсе и все это очень быстро легко синхронизируется коннектится с разными другими устройствами то есть можно выводить мастер прям с девайса и куда нибудь загружать в облако или отправлять по почте ну и конечно представлены все стандартные функции микширование автоматизация и все это естественно заточено под touch bar то есть для управления пальцами довольно интересно опять же переходите по ссылке в описании вполне возможно что это то что вам нужно для каких-то быстрых решений когда вы находитесь это в поездках или за городом и у вас нет доступа к полноценному компьютеру с полным секвенсором так что имейте ввиду также мне на глаза попался довольно интересный сервис который называется джема хук он уже доступен довольно давно несколько месяцев насколько я знаю но вот я на него обратил внимание я честно говоря к таким приложением отношусь так немножечко скептически но я знаю что есть люди которые вполне могут им воспользоваться что себя представляет это приложение это такой некий плагин который можно запустить в любом секвенсоре который слушает тот материал который у вас есть в проекте и подбирает из облака и своей гигантской базы данных разных лупов сэмплов подбирает те сэмплы лупы которые подойдут собственно под ваш проект то есть это такая некая нейросеть вы ее ставите на мастер вашего секвенсора он слушает все что у вас есть то есть там даже были тесты где просто какой-то любой apple луп брали из библиотеки logic ставили его просто на одну дорожку слушали этот apple луп через этот плагин и плагин сразу выдавал кучу результатов вокалов результатов барабанов бас-гитар то есть все инструменты вы можете спокойно также попробовать конечно же такие сервисы работают по подписочной модели то есть вы можете подписаться на месяц на год либо там есть естественно реальная версия кого можете просто попробовать и ну такой довольно интересный experience для быстрого какого-то подбора партии тоже сочинение на лету особенно наверное функция полезна для сонграйтеров кто пишет песни то есть кто не особо заморачивается с аранжировкой но нужно показать клиенту заказчику или там артисту как должна примерно звучать песни или идея и вот с помощью таких сервисов довольно быстро это можно также в поездках и где-нибудь когда вы находитесь не дома например на лету подобрать быстро какие-то партии чтобы не заморачиваться ничего не набивать не настукивать из лупов собрать некую идею разумеется там выбор гораздо больше чем в том же apple loops library и так далее так что тоже кому это интересно переходите по ссылке в описании и смотрите интересный лайфхак от музыканта drum кун который играет на глюкофоне играет такую ambient музыку разную фолку этническую музыку он открыл такой интересный способ продвижения он называет все свои треки один в один как google запросы то есть в америке очень популярны запросы какой-то музыки то есть люди прям в google в google ассистент говорят и привет google сыграй там мне какую-нибудь песню или сыграй мне музыку в стиле ambient или сыграй мне рождественскую какую музыку то есть люди не заморачиваются с конкретным названием и поиском артиста они просто у гугла спрашивают какие-то ну настроения сыграли лиричную музыку сыграй мне там красивую музыку и так далее и собственно drum кун решил выпустить несколько релизов где все его треки названы вот собственно по таким вот запросам и это обнаружилось когда какой-то использователи или там ребенок сделал запрос в спотифай по-моему через голосовой помощник чтобы найти какую-то там рождественскую песню и что-то начало играть непонятное вот собственно этнический музык который вряд ли относится к рождественской композиции и собственно дальше стали смотреть дискографию этого артиста и у него там все композиции называются именно так и он собственно рассчитывает за счет этого подняться в трендах на крутить себе прослушиваний в общем такой интересный маркетинговый ход не знаю к чему это приведет посмотрим но вот в общем ради славы готовы и на такое ну что ж 2020 год близится к концу и различные сервисы и порталы подводит итоги уходящего года и например портал river.com создал анонсировал точнее рейтинг самых продаваемых микрофонов за 2020 год и его возглавил в номинации микрофона по цене ниже чем 500 долларов микрофон от компании шур sm57 это довольно популярный микрофон у меня у самого их целых три штуки его используют в разных ситуациях в основном для записи инструментов например гитары с комбика или например для съема звука рабочего барабана у установки и иногда даже в некоторых случаях используют для записи экстремальных видов вокал очень довольно такой полезный микрофон в хозяйстве учитывая его цену неудивительно что он стал самым популярным действительно очень классный микрофон а на втором месте оказался не менее популярный sm7b это вокальный микрофон динамический но его в самом используют для вокала его очень часто используют в подкастах в радиорубках его используют для записи каких-то домашних кавер версии вот на ютюбе если смотрите кто-то записывает прямо у себя дома под гитару поет как правило используют именно вот этот микрофон ясно сам с ним никогда ни разу не работал но мне очень интересно мне нравится его звучание я много видео смотрел много записей лайвов со студии где его использовали мне нравился окрас собственно звука несмотря на то что это не конденсатор не конденсаторный микрофон довольно классно звучит для динамического так что вот такие рейтинги у нас на сайте river.com можно также посмотреть рейтинг самых продаваемых гитарных усилителей и ну там очень много интересной статистики так что переходите по ссылке в описании и изучайте и напоследок компания выявлет аудио раздает абсолютно бесплатно новую библиотеку для сэмплера контакт основанную на звучание старого советского фортепиано беларусь они эту библиотеку представляют как идеальную библиотеку для создания фортепиано для трейлеров кино то есть вы наверняка знаете много видели точнее много трейлеров различных драматических фильмов боевиков здесь все начинается такого загадочного фортепиано в начале и собственно они предлагают именно вот это фортепиано как решение для подобных задач то есть если вы пишете музыку для фильмов или для трейлеров или для реклам вы можете смело переходить по ссылке в описании и скачивать для сэмплера контакт эту библиотеку я еще ее не пробовал уже скачал но мне в принципе по трейлеру звучание вполне понравилось так что довольно интересно переходите и скачивайте ну что ж это были все новости уходящей недели увидимся с вами в следующее воскресенье где поговорим о новых событиях не забывайте подписываться на наш канал здесь очень много интересного вчера у меня вышел мой видеоблог где рассказал о том что у меня происходило в последние месяцы так что обязательно посмотрите если еще не видели ну и также вступайте в наш закрытый клуб и telegram чат где мы общаемся постоянно каждый день отвечаем друг другу на вопросы делимся какими-то новостями скидками ну и просто обмениваемся опытом и держимся на связи так что вступайте если вы еще этого не сделали но с вами был дмитрий урсул увидимся в следующих видео всем успехов творчестве пока